Ребята, всем привет! Не могла я не показать вам такую красоту. Посмотрите, какое сзади дерево шикарное. Ой, и большие машины едут. Весь пейзаж испортили. Всем доброго утра. У нас с Миленой была утренняя пробежка. Мы бегали сегодня свежо и пробегали мимо вот такого дерева. У нас после дождичка свежо, так хорошо. Не могла вам ни снять, ни показать такую красоту. Посмотрите, до какого дома мы дошли. С такими змеями. Смотрите, как прикольно. С одной стороны на столбе змея. И вон она змея. Да, Миленка? Красиво так, интересно сделано. Смотри, вот это интересно. И банановые деревья такие большие. О, дошли до какого-то мостика. У нас сегодня первооткрыватели. Мы сегодня... Сейчас листик задела, и мне больно болит. Милена у нас вчера вон упала, бедолага. Все коленки содрала, руки содрала. Сегодня все болит. Мы сегодня, в общем, первооткрыватели этой улицы. Мы до этого здесь не... Мы эту улицу еще как... Мы ездили, не знала. Ну да. Идем до машины. Дошли мы до каких-то лавочек. И какой-то тут стоит памятник. Чему-то или кому-то. Вообще ничего не написано. Просто такой крестик сверху. Давай посидим. О, здесь водичка. А, вот он. Нашли мы его, Милена. Мы его нашли. Это родник. Где чистая вода. А мы думаем, что это тут-то. Здесь вот лавочки есть. И сюда люди ездят за водичкой, за чистой. Ну вот как теперь запомнить, где это находится? Мы уже заблудились и не знаем, в какую нам сторону идти, где мы машину оставили. Мы доехали на машине с Миленой, а потом у нас была пробежка здесь. Вот здесь водичку набирают. Мы из Тургаяка ездили. Да, там тоже был родник, да? Здесь вот такие лавочки. Давай посидим. Ты что, устала? Такой небольшой скверик. Здесь вон кто-то сидит, семечки на пол узгают. Хотя везде стоят урны. На пол люди грызут все равно. Здесь вот маршрутка, двойка подъезжает, возит людей. Так, Милена, нам дальше. Надо нам запомнить, что здесь за улица. Улица Пятачок. Прикольно. Вон улица написано. Да, вон написано. Сейчас найдем что-нибудь. Так, Милена, мне кажется, нам еще дальше туда. Мне кажется, нам туда. Думаешь, нам сюда, а мне кажется, нам туда. Нам туда. Мы этот дом не видели, значит, туда. Улица длинная. Нет нам дальше. Прийти домой, дождик закончился. И Милена с подружкой уже в бассейне. Сегодня так-то целый день обещают дождь. Но пока нету. Вот они и плавают. Ловят момент. По поводу зеленки мне писали в комментарии, что, скорее всего, у Миленки под коленками, под чашечками, вот здесь вот. И на ногах, где пальчики, то, что это от зеленки такой эффект, что как бы обожгла. Ну, такого, наверное, быть не может, потому что она в первый день буквально купалась, когда мы эту зеленку залили, ничего не было. А вчера был уже четвертый день, поэтому на четвертый день уже и вода стала слабого такого уже цвета, не такая насыщенная. И я не думаю, что от этого. Просто они вчера с подружкой кувыркались. И, видимо, по дну бассейна коленками шоркали. Они вчера там трюки всякие делали, кувыркались. В общем, я думаю, что поэтому. Коленочки. Вот она у нас вчера бедная, блин, бедный ребенок. Она вчера вот эти коленки сшоркала. Потом мы пошли гулять. И, как всегда, ждали нашего папу. Она увидела папу. У нее в руках были две мороженки. Одна для нее, одна для Леруськи. И она папу увидела, побежала, споткнулась. И нет, чтобы эти мороженки там бросить, подставить руки при падении. Она вот с этими мороженками вот так вот прям растележилась. Коленку содрала, локти содрала. Вот эти места на руках содрала. В общем, сильно упала. Ну, мороженое сохранила для себя и для сестренки. Вот. И вчера какой-то день был сумасшедший. И в бассейне вся ободралась, и на улице ободралась. Сегодня мы с ней сходили утром на пробежку. Так хорошо подышали таким вот свежим озоном после дождя. Пробежались. Нашли для себя какие-то новые места. Мы там даже ни разу не были у нас в поселке. Вот. Так хорошо прогулялись. Машину около пятерочки оставили и пошли. Ну, побежали. Потом обратно вот уже шли пешком. И увидели вот этот вот родник нашли. Ну, это даже не родник, а родник это вот природный, да, вот такой ручей. А это вот прям из трубы вода вот льется. Как, ну, не знаю, что это такое. Но там местные-то говорят, что там чистая вода. Вот. А так у нас, если воды нет, можно покупать, ездить воду по 3 рубля. У нас на рынке поставили такой же аппарат, как мы с Вовой ездили туда уже на выезд. Покупали. Сейчас у нас уже на рынке новое помещение. Отреставрировали, там поставили новый аппаратик. Если водички нет, ну, или кто-то не пьет из-под крана воду. Мы то пьем, то не пьем. В общем, по-разному. Вода может бежать как и не очень чистая, как и чистая. В общем, непонятно, когда отключают. Она потом какая-то желтоватая бежит. Вот только стоят окна открытия. Все, мухи сразу. У нас сегодня ночью был такой ливень, молния. Вот в это окно прямо такое было освещение. Мы как раз тут спим на диване. И я вот сегодня не знаю, сколько, наверное, с 3 часов ночи я точно вообще не спала. Потому что Дина на улице тоже перепугалась. Прыгала нам то сюда в окно, то в ту дверь, то во входную скреблась. В общем, я не спала совсем. Потом кое-как уснула. Милена рано проснулась. Ко мне прибежала, говорит, там душно в комнате. Не догадалась окошко открыть. Мы потом окошко открыли, так хорошо, свежо было. Вот. И ужасно. Я сегодня спала вообще отвратительно. И кое-как встала, Вову на работу отвезла. Потом побегали с Миленой. Потом думаю, может быть, приду, маленечко постлю. Нет, все как бы отошло, разошлось. Плечо вот у меня сегодня сильно болит. Вот это место. Вот, знаете, такое ощущение, как будто вот спицу воткнули. Прям вот сильно больно. И шея так плохо поворачивается. И больно. Сейчас вот тоже более-менее как-то вот разошлось. И то в эту сторону не могу поворачивать сильно. То ли от окошка меня продуло, то ли неловко, может быть, уснула под утро. И в одном положении неловко спала или что. В общем, ну, боли такие вот адские. И вот все время у меня вот эти места болят. Вот эти вот лопатки. И ничего я с ними сделать не могу. Ну вот. И не знаю пока здесь еще кому можно обратиться. Вот мама какой-то женщине ходила. Она как бы ее ногу-то поправила. Мама, ну, пока вообще не жалуется. Про ногу даже не вспоминает. Я думаю, может быть, тоже к ней попроситься. Хотя она принимает только вот свой узкий круг. Это вот ее дядя Володя познакомил с этой женщиной. Ну, не знаю. С мамой так-то они вот подружились за это время. И она дядя Володя даже потом сказала, что спасибо тебе большое, что со Светланой познакомил. Такая женщина хорошая. Ну, думаю, примет, если скажет, что дочка, наверное, примет. Тоже сходить, чтобы вот поправила. Потому что Леру все время тягаю, поднимаю, надрываю спину, надрываю. В общем, все надрываю. И лопатки, и спину, и поясницу. Все надрываю. Поэтому нет-нет. Все равно мне нужна помощь какого-то или массажиста, или иммунального терапевта. Для того, чтобы у меня хватало сил. Грею девчонкам кушать. А София нам вчера принесла вот такой здоровый арбуз. Смотрите, он розовый, но он такой вкусный. И косточек мало. Вот что самое классное, что вот я отрезаю кусочек. И вот буквально три косточки. Все. Больше костей нет. Вкусный вообще. У нас тут арбузы на рынке. По 25 рублей килограмм. На выезде как в Северскую едешь. Прям стоит огромный такой шатер. Прям на поле. Там прям, ну, вот это... Человек, который вот этот шатер поставил, это вот, не знаю, в аренду он там это поле берет. Или его. Но факт то, что он там высаживает арбузы, дыни и все. И потом вот там продает. По 5 рублей килограмм арбуз. Вова мне вчера сказал. Сегодня. Я пошла к маме. Ой. Ой, как гремит. Как обратно пойду? Не знаю. Черное все. Все небо черное. Сейчас быстренько схожу. Понесла Леруся арбуз. Сегодня как раз тот день, когда Леруся один день у мамы. Мне нужно было сегодня сделать кое-какие дела. Я все сделала. Сварила суп. Поболтала с вами в прямом эфире. Вот. Сейчас пошла. У меня там еще стирка стирает. Пошла унесу Леруське поларбузика. Они так-то маму покупают постоянно. Здесь у нас ездит машина. Кричат в радиорубку на все улицы. Арбузы. Сочные арбузы. Вот. Но сейчас Лера позвонила. И говорит, мама принеси арбуз. Она знает, что вчера она с Софией угостила арбузом. Я говорю, ладно, сейчас приду и принесу. Короче, скоро должен начаться дождь. По прогнозам в три часа. Еще вообще нифига не три часа. А уже гремит. Не знаю, как побегу обратно. Здесь небо, смотрите, хорошее. А с той стороны прямо все чернющее, чернющее. Вы что, сливы идите? Посмотри. Черное что ли? Очень. Вообще не то слово черное. Прям страшное. Посмотри. Сказали опять в Краснодарский край Сочи. И она опять зальет. Зальет напрочь. Ураган, грозы, смертью и дождь сильный. Вполне возможно с градом в некоторых местах. О, господи, да что это такое? Пойдем. Арбуз, мам, на, в холодильник прибери. Пойдем переоден. Пойдем. Да, на Северскую как ехать. Там по пять рублей арбузы. По пять рублей там только. На рынке двадцать 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 пять. А Вова мне сегодня сказал, что вот там, где вот эта палатка огромная, там по пять рублей арбузы. Я не знаю, там есть у него картошка, нет. Он же как со своего поля там торгует. Он же, у него там арбузы-то вот росли. И вот рядом-то прямо эта палатка-то стоит. По пять рублей. По-моему, там, по-моему, там я видела кукурузу, по-моему, там все. Там как бы не только арбузы и дыни, там еще какие-то. Я издалека, я же туда никогда не заезжала. Издалека как-то смотрела. И это... И все, Лерусь, это не жарко? Я вообще вся мокрущая сижу. Прямо охота, чтобы ливень пошел и под ливнем побегать. Милена бегала под ливнем. Мокрая-мокрая. Иногда прямо теплый ливень. Я все заставила ее снять, все отжала. Говорю, посиди. Накинула на ее свою кофту, она посидела. Снова одела и снова пошла под ливень. Ты чего кашляешь? Коронавирус. Ой, Леруся, сливы вон с мамой едят. Целую тарелку. А дядя Вова... Кстати, дядя Вова, по тебе все зрители соскучились. Говорит, что-то не видно, говорит, его давно. Маму показывают, а дядя Вову не показывают. Тут-то я по магазинам бегаю, да по базарам. Дедушка в тонусе. Не сидит на месте. То туда, то сюда. Везде успевает. И там его нет, и тут его нет. Где он? Так и хочется сказать, да. Мама сливу кушает, а дядя Вова фундук. Ну, он еще такой, да? Зеленый еще. Он должен потемнеть. Мне кажется, он должен раскалываться сам. Думаешь? И орешки должны выпадать еще, скажи. Это ты с фисташки, наверное. Да, да, с фисташки ты путаешь. Опс. Вот чистка организма слива. Скоро моя прелесть пойдет. Этот? Грецкий? Грецкий орех. Ну, да. Ты его больше любишь? Грецкий орех? Да, скоро. Так уже полно. Вот дядя Володя, у нашего соседа, около дома же у него вот этот орех. И уже прямо на полу вот в этой сморщенной кожурке валяются. Машины ездят, так раздавливают прям. Он уже почти готов становится. Ну, еще нет. Не на всех деревьях. На каких-то деревьях смотришь, прямо мелкий-мелкий такой грецкий орех, а на каких-то прям такой крупный вообще. Вот мы короткие дороги уходим, крупные. Да, да. А где-то прям совсем мелкие. Мелкие, мелкие, вот тут. А когда айва поспевает? Айва тоже еще прямо жесткая висит. В сентябре, наверное, да? Я вот люблю айву. И из нее варенье вкусное. Она, когда будет желтая, она готова. А сейчас она зеленая. Да, потому что она все равно жесткая будет. Да, да, она же всегда жесткая. Вот из нее варенье вкуснее, чем яблочное. Хочешь, пойдем, поснимаем. Я не знаю, что это за фрукт растет у нас в огороде. Вон же инжир там у вас. Нет. А что? Да такой уже, как мы видели. А, на кустах-то? Да. А мне кажется, это какое-то декоративное. Мне кажется, это несъедобное даже. Не может быть. Володя спроси, да. Ну. Дядь Володя спроси, я тоже. Похож на этот, вот как он. На нектаринка зеленый. Да. Ну. И он такой твердый-твердый. Он даже мягче. Мы сколько ходим по дороге гулять, он там растет. И мы его трогаем, он все время деревянный. Добежала до дома. Вон у нас что гремит вообще. Хотела еще маленько посидеть. Ну, поняла, что я просто потом домой не уйду. Там молния, гром. В общем, небо резко подчеркнула. И я еще бежала домой, потому что я когда уходила, Милена с подружкой купались в бассейне. Думаю, ну неужели у них не хватит ума, чтобы вылезти. Еще запереживала. Думаю, не дай бог, сейчас они еще в бассейне купаются. И бежала прям сломя голову. Вон что сверкает. Я бежала. Давай садись кушать. Супчик у меня тут такой вермишелевый с курочкой. Сейчас будем. У нас поздний такой обед. Время 3 часа. Девчонок сегодня накормила. Сама ничего не кушала. Разболелась у меня лопатка. Нету сил. Не могу руку ни наверх толком поднять. Вот в сторону так делаю. Хорошо так тяну, тяну в сторону. Прям легче становится. У меня такое ощущение, что это у меня уже как хроническая вот эта болезнь. Вот эта ломота в этих лопатках у меня постоянно. Отпустит, потом опять отпустит, опять. Короче, вообще, может там грыжа какая-нибудь развивается или что, я не знаю. В общем, болит, прям сил нет. Сейчас легла прям, думаю, посплю. Пока убралась, пока все приготовила. Полы помыла. В общем, на улице у нас дождик идет. Сегодня целый день. И сонливое такое состояние, потому что еще не выспалась. И плечо это сегодня, лопатка и плечо там все вместе. В общем, хотя вот эта вот у меня рука болит левая. А Леру, если даже я поднимаю, я поднимаю правой рукой, а левой просто помогаю. Вот, у меня нагрузка идет все на правую сторону, а вот болит левая. В такую погоду только спать. Может быть, еще на погоду сегодня реагирует целый день, вот дождик. Не, вот такое вот состояние у меня. Сейчас уже скоро поеду Вову встречать с работы. И все, и спать лягу. А мы увидимся с вами завтра, естественно, с самого утра. Спасибо, что уделяете время на мои влоги, что смотрите. Всем огромное спасибо за подписочки, за лайки. Всем хорошего настроения. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok